Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции вирусового человека. У человека недержание мочи. И недержание мочи может проявляться в любом возрасте. У каждого человека это проявляется по-своему. Кто-то пережил нервный стресс, и когда он чувствует, что этот стресс возвращается, или это чувство страха, допустим, развивается, у человека может быть непроизвольный выброс мочи. Либо недержание на этом фоне мочи. У кого-то неполадки с психикой. У человека точно так же идет недержание мочи. Есть дети, болеющие энурезом. Это тоже самое является недержанием мочи. Потому мочеполовая система, как мы видим, играет огромную роль и может не только, скажем так, помогать нашему организму, но и поставить человека в неловкое положение своим, скажем так, избыточным выбросом мочи, скажем, в той или иной ситуации. Бывает, человек обратился, вот недавно человек в большой, очень сильно глубокой депрессии, находился длительное время, да, находился до тех пор, пока у него уже стало недержанием мочи. Вот так вот настолько человек себя может запустить. Потому, уважаемые зрители, помните, это, скажем так, не является тяжелым заболеванием. Скорее всего, человек запустил себя, либо пережил очень тяжелое заболевание. Даже инсульт здесь, сюда относятся то же самое, почему после инсульта бывает тоже у человека недержание мочи. Потому, помните, недержание мочи это не приговор. Вот, здесь необходимо помнить также, что недержание мочи может проявляться на том, что человек, скажем так, практически не работает функция поджелудочной железы. Причем здесь поджелудочная железа? Ну, потому что водно-солевой обмен, водно-солевой обмен контролирует поджелудочная железа. Потому, не надо грешить всегда на мочевой пузырь, что недержание мочи это следствие проявления неработы мочевого пузыря. Это немножко неправильно. Недержание мочи это, первое, состояние поджелудочной железы. Второе, состояние кишечников, так как они всасывают в воду. Они будут быть кишечниками отравлены до такой степени, что они уже не могут никакую воду не всасывать, а просто выкидывают ее в мочевой пузырь. Вот, и потом уже состояние почек и мочеполовой системы. Вот представьте себе, вот эти четыре функции может нам помочь разрешить точка ВДЖ-4-минь-минь. Эта точка всегда выступает помощницей в недержании мочи. У нас будет специальная лекция, мы покажем, как работать с данной точкой, как ее прогревать. И помните, если у человека есть недержание мочи, очень частое проявление, то через данную точку, через длительное прогревание, работать с этой точкой, вы можете добиться успеха, принимая во внимание состояние поджелудочной железы, состояние кишечников, состояние почек и мочевого пузыря в целом. То есть, простите, диагностика 12-ти меридианов здесь необходима, так как она покажет тонкости в разрешении данного заболевания, как под названием недержание мочи. Спасибо за внимание!